11-й гвардейский танковый прикорпатско-берлинский краснознаменный ордена Суворова корпус Воинское формирование в годы Великой Отечественной войны История, создание, приказом НКО номер 306 от 23 октября 1943 года 6-й танковый корпус за образцовое выполнение боевых задач, за героизм и отвагу, стойкость и мужество личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками Преобразована в 11-й гвардейский танковый корпус, боевой путь 11-й гвардейский танковый корпус входил в состав войск Западного фронта в феврале 1943-май 1945 в первую танковую армию Участвовал в Ржавско-Сычевской наступательной операции, Курской битве, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровской, Черновицкой, Львовской, Сандомирской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций В группе советских войск в Германии после Великой Отечественной войны корпус переименован в 11-ю гвардейскую танковую дивизию и вошел в группу советских оккупационных войск в Германии Штаб дивизии дислоцировался в Г. Дрезден, дивизия принимала участие в операции «Дунай» В 1979 году дивизия получила переходящий знамя, как лучшая дивизия сухопутных войск СССР В 1991 году дивизия выведена из Германии в ВСРФ после вывода группы советских войск в Германии В 1991-1994 годах дивизия была передислоцирована в город Слонин-Гродненской области и впоследствии реорганизована в 11-ю отдельную механизированную бригаду 44-й гвардейский танковый полк из состава дивизии дислоцируется в Г. Владимир Состав на 23 октября 1943 года управление корпуса 40-я гвардейская танковая бригада 44-я гвардейская танковая бригада 45-я гвардейская танковая бригада 27-я гвардейская мотострелковая бригада 270-й гвардейский минометный полк 1018-й зенитно-артиллерийский полк 1454-й самоходно-артиллерийский полк, 362-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 40-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 53-й гвардейский минометный дивизион, 9-й отдельный гвардейский мотоциклетный батальон, 153-й отдельный гвардейский батальон связи, 134-й отдельный гвардейский саперный батальон, 72-я отдельная рота хемзащиты, 6-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ, 75-я полевая танкоремонтная база, 177-я полевая авторемонтная база, авиазвеносвязи, 21-й полевой хлебозавод, 2126-я военно-почтовая станция. По состоянию на 6 июля 1943 года в 6-м танковом корпусе было 164 танка, в том числе 132 Т-34, 22 Т-70, 10 Т-60, 22-я танковая бригада, 58 танков, в том числе 44 Т-34, 8 Т-70, 6 Т-60, 112-я танковая бригада, 53 танка, в том числе 44 Т-34, 9 Т-70, 200-я танковая бригада, 53 танка, в том числе 44 Т-34, 5 Т-70, 4 Т-60, 6 мотострелковая бригада личного состава, 3212 человек активных штыков, 1441, 270-й минометный полк, 120 ММ-36, ПТР-36, 316-й отдельный гвардейский минометный полк, 24 установки БМ-13, командиры, генерал-лейтенант танковых войск, гетман Андрей Лаврентьевич, в РИА командира корпуса, полковник Арман Поль Матильсович, затем полковник Ющук Иван Иванович, полковник Бабаджанян Амазас Пхачатурович, генерал-майор Янушкевич, Тактические обозначения Приказом НКО номер 306 от 23 октября 1943 года преобразован в 11-й гвардейский танковый корпус за образцовое выполнение боевых задач, за героизм и отвагу, стойкость и мужество личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Приказом ВГК номер 097 от 16 апреля 1944 года присвоено почетное наименование «Прикарпатский» за отличие в боях при разгроме немецко-фашистских захватчиков в предгорьях Карпаты выход на юго-западную государственную границу. Указом ПВС СССР от 19 февраля 1945 года награжден Орденом Красного Знамени за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за владение городами Лось-Кутна, Томашув, Гастынин, Ленчиц и проявленные при этом доблести и мужества. Указом ПВС СССР от 26 апреля 1945 года награжден Орденом Суворова двух степеней за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами ТЧЕВ, Вейхарова, Путск и проявленные при этом доблести и мужества. Приказом ВГК номер 0111 от 11 июня 1945 года присвоено почетное наименование «Берлинский» вознаменование одержанной победой за отличие в боях за овладение. Берлином отличившиеся воины Герои Советского Союза 43 воина корпуса удостойны звания Героя Советского Союза, кавалеры Ордена Славы Третьих Степеней, Соловьев, Василий Захарович, Гвардия Старшина, санитарный инструктор 2 танкового батальона 45 Гвардейской танковой бригады, документальные фильмы «Семья Гвардейская».